На площади перед Южноуральским государственным университетом состоялась торжественная церемония юбилейного 75-го выпуска военного учебного центра. Выпускники торжественно вынесли флаг, исполнили гимн и прошли торжественным маршем по университетской площади. С приветственным словом выступил ректор ЮРГУ Александр Шестаков. Мы дети нашей страны, мы граждане России. Наши предки воевали, значит, предки наших предков воевали, защищая страну. Поэтому мы должны тоже все делать для того, чтобы наша страна была защищена. Наша гражданская позиция, мы развиваем университет военно-учебный центр. С этого года мы запускаем новую специальность по беспилотному питанию такого рода. В течение года мы созвоним всю материальную учебную базу для этого. Поэтому вы будете защищены. На церемонии присутствовали председатель областного совета ветеранов, военный комиссар Челябинской области и другие почетные гости. Патриотическое государство не просто должно быть. Президент ее назвал национальной идеей. Ведь в жизни все связано с патриотикой. Вот чтобы мы им взяли профессии, там, допустим, работа или где-то. Все с патриотикой. Без патриотики нельзя жить в городе. Если ты не любишь Челябинск, то есть жаль. Поэтому патриотик – это в основе и в основе. И очень здорово, что в университете есть такой вот факультет военный. И я не случайно подчеркну, вот сказал, что земля родная может накормить своим подорожникам, может напоить своими родниками, может порадовать глаз просторами, озерами, реками, лесами, но она не может себя защитить. А защитить должен того, кого накормит, кого поет, кого это радует. То есть правильно было сказано все время умными людьми. В жизни всегда есть место подвига. И героями не рождаются, ими становятся. А становятся в училище, в институтах. Поэтому я вас поздравляю вот с очередным выпуском патриотов. Я убежден, что они будут отличными защитниками. Ну, я думаю, вы прекрасно видите по всем проводимым мероприятиям, которые проводятся из года в год, подготовка все лучше и лучше. Строевая подготовка то же самое. На стрельбах я был, стрельбы, результаты стрельб, слушателями, скажем так, кто проходит в военно-образовательном учреждении. То же самое, показатели очень довольно-таки хорошие. То есть из года в год, я скажу, благодаря, наверное, в том числе и руководящему составу Южно-Уральского государственного университета, эта подготовка, она растет. И становится все качественнее и качественнее подготовленный. Людской резерв, который в дальнейшем будет, ну, в части касающийся, стоять на учете, это точно. Но кто-то из парней будет проходить воинскую службу, кто захочет связать, скажем так, свою профессию. Есть такая профессия Родину защищать. Службы в армии. В настоящее время Центр осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России. Выпускники получают военный билет, зачисляются в запас и по желанию отправляются служить по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В этом году обучение закончили более 600 человек. Все обучение именно было нацелено на сегодняшнее мероприятие, чтобы они успешно завершили его, военно-учебный центр обучения, военно-учебный центр. И сегодня здесь предстали перед вами уже не теми студентами, которые пришли к нам, не обученными, не грамотными в военном деле, а теперь они прошли сборы, они приняли военную присягу, они теперь военно обязаны, и они полностью готовы быть защитниками. Поэтому подготовка началась с самого первого дня их поступления к нам в военно-учебный центр. Южно-Уральский государственный университет – это единственный вуз региона, при котором есть военный учебный центр. Ежегодно ЮРГУ выпускают студентов, которые прошли обучение по программам военной подготовки в параллель основному образованию. Студенты занимаются один день в неделю по 9 часов. На завершающем этапе обучения студенты проходят подготовку в ходе 30-дневных учебных сборов на базе воинских частей, издают итоговые экзамены. Было крайне интересно, это как раз-таки подготовка 2,5 лет того стоила. Жили в палатках, в немецких очень качественных палатках. В них можно на ночь все закрывать, тепло. Жили повзводно, один взвод, одна палатка. Там проходило уже непосредственно обучение практическим навыкам больше, как и на кафедре, если мы могли развернуть во дворе какие-нибудь станции, катушки размотать, полевку, установить все коммутатору, подключить, либо в классе потренироваться. В Чебуркуле уже мы могли непосредственно тренироваться на более, так скажем, мощной технике, командно-штабные машины, радиостанции на базе БТР. Все это было, проходили подготовку. Преподаватели были как из числа наших преподавателей соединенного учебного центра, так и из числа военнослужащих непосредственно Чебуркульской части. Все это нам преподавали, показывали на практике. Мы разворачивали командно-штабные машины, ставили антенны различные, мачтовые, также разматывали полевки. Все это было достаточно интересно и незабываемо. То есть это тот опыт, который нельзя получить по учебникам и книгам. После практических занятий мы уже непосредственно по вечерам, и потом уже было отдельно выделено время, готовились к теоретической части, то есть к сдаче государственного итогового экзамена. Выпуск из военного учебного центра – важный день не только для слушателей, но и для их семьи. Родители и друзья пришли поддержать и поздравить выпускников. Мне очень понравилась сегодняшняя церемония. Я хотела бы выразить огромную благодарность всем организаторам, всем тем, кто принимал в этом участие. Спасибо огромное, очень понравилось. Мой сын – студент федеракторного факультета, прямников Никита, на первом курсе он наступил на военную кафедру, осознанно очень принял это решение. Вот сегодня поставлена точка, ему присвоено звание, будет лейтенанта. Спасибо, хочу выразить Юргоза, предоставленную возможность. Напомним, что военный учебный центр ведет свою историю с 1944 года, когда была создана военная кафедра при университете. Сейчас центр располагает уникальной учебно-материальной базой, одной из лучших среди военных учебных центров России.